28 декабря 1877 года скончался великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов. Казалось бы, что времена очень и очень от нас далекие, но это не совсем так. Если вспомнить рассказы о Николай Алексеевиче, моей бабушке Наталье Павловне Некрасовой, жены родного брата поэта Федора Алексеевича Некрасова, а она на протяжении нескольких лет общалась с Некрасовым, то получается, что сведения попадают чуть ли не из первых рук. Так что далекое оказывается близким. Но прежде чем привести некоторые из ее рассказов, мне бы хотелось сказать о том, что почти все произведения Николая Алексеевича имеют под собой реальную основу. То ли это случаи, свидетелем которых был сам поэт, то ли рассказы его знакомых, близких, друзей или родных. Так, начиная от ранних произведений и до самых поздних, то, что я говорю, прослеживается очень ярко. Крестьянская тема Некрасова очень близка. Целый ряд стихов и поэм посвящены именно этой теме. Как я говорил, Наталья Павловна Некрасова, моя бабушка, вспоминала о том, как пришел однажды пропыленный усталый охотник с собакой на ремешке. И пришел в карабиху и стал расспрашивать, где он мог видеть Николая Алексеевича. Потом, как она вспоминала, выяснилось, что это охотник, друг приятеля, который дал ему сюжет коробейников. Николай Алексеевич часто бывал в Костроме. Он хотел найти побогаче дичью места, потому что в окрестностях грешного леса повырубили, дичи стало мало. И вот своим приятелем Кузьмой Солнышковым, крестьяниным, он охотился под Костромой. И, будучи в Костроме, попросил его разыскать кого-нибудь из местных охотников с тем, чтобы тот показал богатые дичью места. Кузьме повезло. В Костроме он встретил охотника, который нес связку красной дичи, вальшнапе, дупеля и так далее. Красной дичи, который теперь уже и по названию-то не знает, что это такое. Гнёт для губернатора. На обратном пути он зашёл в гостиницу, познакомился с Николаем Алексеевичем, и они сразу поехали в деревню Шода, в 50-60 верстах от Костроме, где жил Гаврила Яковлевич Захаров. Там Николай Алексеевич познакомился с его женой Марьяной Родионной, с его братом, часто стал ездить, жил по неделе и охотился с Гаврилой Яковлевичем. Места для охоты там великолепные. И вот однажды на охоте Николай Алексеевич выстрелил, а собака принесла ему вместо одной сразу две птицы. Он был удивлён и обратился к Гаврилу Яковлевичу. Он говорит, да что ты удивляешься, ты не слышал моего выстрела, я ведь тоже стрелял. Да что это, говорит, лучше я тебе расскажу про двух других бекасов, которые попали одному охотнику под заряд. И рассказал ему историю об убийстве лесником двух корабейников, которая легла в основу поэмы «Коробейники». Когда в посвящении поэме, она посвящается Гаврилу Яковлевичу, есть такая строчка, не побрезгивай на подарочки. А подарочек-то был действительно основательный. Когда Гаврила Яковлевич и его жена прошли поэму, в её героях они узнали самих себя. Вот это и был подарочек Николая Алексеевича и его друзьям Захаровым. Целый ряд произведений, как я уже говорил, такие, скажем, как «Карина, мать солдатская», тоже имеют под собой совершенно реальную основу. Николай Алексеевич, по словам его сестры, несколько раз делал крюку, заходя к Арине, боясь фальшивить в своём произведении. Опять же, в действительный случай, лёг в основу поэтического произведения. К сожалению, «Мороз красный нос» не имеет под собой такой реальной основы, или если имеет, но мы её не знаем, она нигде пока не раскрыта. Известно, что он писал эту поэму на протяжении 1963 года и закончил её, как он сам пишет, 21 августа на пароходе по дороге из Нижнего в Ярославль. Поэма была опубликована в журнале «Время» частично и полностью в первом номере «Современника» за 1864 год. ПЕСНЯ 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 Избушка в деревне стоит В избушке теленок в подклете Мертвец на скамье у окна Шумят его глупые дети Тихонько рыдает жена Сшивая проворной иголкой На саван куски полотна Как дождь, зарядивши надолго Негромко рыдает она Три тяжкие доли имела судьба И первая доля с рабом повенчаться Вторая быть матерью сына раба А третья до гроба рабу покоряться И все эти грозные доли легли На женщину русской земли Века протекали, все к счастью стремилось Все в мире по нескольку раз изменилось Одну только Бог изменить забывал Суровую долю крестьянки И все мы согласны, что тип измельчал Красивой и мощной славянки Есть женщины в русских селеньях Спокойную важностью лиц С красивой силой в движениях С походкой, со взглядом цариц Их разве слепой не заметит А зрячий о них говорит Пройдет, словно солнце осветит Посмотрит, рублем подарит Идут они той же дорогой Какой весь народ наш идет Но грязь обстановки убогой К ним словно не липнет Цветет красавица миру надива Румяна, стройна, высока Во всякой одежде красива Ко всякой работе ловка И голод, и холод выносит Всегда терпелива, равна Я видывал, как она косит Что взмах, то готова копна По будням не любит безделье Зато вам ее не узнать Как сгонит улыбка веселье С лица трудовую печать Такого сердечного смеха И песни, и пляски такой За деньги не купишь Утеха, твердят мужики меж собой В игре ее конный не словит В беде не срабеет, спасет Коня на скаку остановит В горящую избу войдет И ты красотой удивила Была и ловка, и сильна Но горе тебя иссушила Уснувшего прокла жена Горда ты, ты плакать не хочешь Крепишься, но холст гробовой Слезами невольно ты мочишь Сшивая проворной иглой Слеза за слезой упадает На быстрые руки твои Так голос беззвучно роняет Созревшие зерна свои В селе за четыре версты У церкви, где ветер шатает Подбитые бурей кресты Местечко старик выбирает Вся вынь и шапка большая Усы, борода в серебре Недвижно стоит, размышляя Старик на высоком бугре Решился Крестом обозначил Где будет могилу копать Крестом осенился И начал лопатую снег разгребать Иные приемы тут были Кладбище не то, что поля Из снегу кресты выходили Крестами ложилась земля Могила на славу готова Не мне по ту яму копать У старого вырвало слово Не прокло бы в ней почивать Пошел По дороге шагает Нет солнца Луна не взошла Как будто весь мир умирает Затишье, снежок, полумгла Во враге у речки желтухи Старик свою бабу нагнал И тихо спросил у старухи Хорош ли гробок-то попал Уста ее чуть прошептали В ответ старику Ничего Потом они оба молчали А дровни так тихо бежали Как будто боялись чего У дома оставили крышу К соседям свели ночевать Зазябнувших Машу и Гришу И стали сынка обрежать Медлительно, важно, сурово Печальное дело велос Не сказано лишнего слова Наружу не выдана слез Уснул, потрудившийся в поте Уснул, поработав в земле Лежит непричастный с заботе На белом сосновом столе Большие с мозолями руки Подъявшие много труда Красивое, чуждое муки Лицо и до рук борода Пока мертвеца обрежали Не выдано словом тоски И только глядеть избегали Друг другу в глаза бедняки Не ветер гудит, пока выли Не свадебный поезд гремит Родные по прокля завыли По прокля семья голосит Голубчик ты наш сезакрылый Куда ты от нас улетел? Пригожеством, ростом и силой Ты ровни в селе не имел Родителем был ты советник Работничек в поле ты был Гостям хлебосол и приветник Жену и детей ты любил Что ж мало гулял ты по свету? За что нас покинул родной? А думал ты думушку эту? А думал с сырою землей? Сплесни ненаглядной руками С окольим глазком посмотри Тряхни шелковыми кудрями Сахар на уста раствори На эти рыдания и стоны Соседи валили гурьбой Свечу положив у иконы Творили земные поклоны И шли молчаливо домой Случилось в глубоком сугробе Полсуток ему простоять Потом то в жару, то в ознобе Три дня за подводой шагать Покойник на срок торопился До месту доставить товар Доставил, домой воротился Нет голосу, в теле пожар Старуха его окатила водой С девяти веретен И в жаркую баню сводила Да нет, не поправился он Тогда ворожеек созваили И поют, и шепчут, и трут Все худо Его продевали три раза Сквозь потный хомут Спускали родимого в пролубь Под куричей клали насест Всему покорялся, как голубь А плохо, не пьет и не ест Еще положить под медведя Чтоб тот ему кости размял Ходебщик Сергачевский Федя Случившийся тут предлагал Но Дарья, хозяйка больного Прогнала советчика прочь Испробовать средства иного Задумала баба И в ночь пошла в монастырь отдаленный В верстах в десяти от села Где в некой иконе явленной Целебная сила была Пошла, воротилась с иконой Больной уж безгласен лежал Одетый, как в гроб причащенный Увидел жену, простонал и умер Саврасушка, трогай Натягивай крепче гужи Служил ты хозяину много В последний разок послужи Чу, два похоронных удара Попы ожидают, иди Убитая скорбная пара Шли мать и отец впереди Ребята с покойником оба Сидели, не смея рыдать И, правя совраской у гроба С вожжами их бедная мать Шагала, глаза ее впали И был не бледнее ее щек Надетый на ней в знак печали Из белой холстины платок Высокий, седой, сухопарый Без шапки, недвижно немой Как памятник дедушка старый Стоял на могиле родной Потом старина бородатый Задвигался тихо по ней Равняя землицу лопатой Под вопли старухи своей Когда же, оставивши сына Он с бабой в деревню входил Как пьяных шатает кручина Глядит-ка, народ говорил А Дарья домой воротилась Прибраться, детей накормить А я и как изба настудилась Торопится печь затопить Англядь не полен и дровишек Задумалась бедная мать Покинуть ей жаль ребятишек Хотелось бы их приласкать Да времени нету на ласке К соседке свела их вдова И тотчас на том же совраске Поехала в лес под рова Морозная, равнины белеют под снегом Чернеет лес впереди Совраска плетется ни шагом, ни бегом Не встретишь души на пути Как тихо В деревне раздавшийся голос Как будто у самого уха гудет А корень древесный запнувшийся полос Стучит, визжит и за сердце скребет Вокруг поглядеть нету мочи Равнина в алмазах блестит Ударь ей слезами наполнили сочи Должно быть их солнце слепит В полях было тихо Но тише в лесу И как будто светлей Чем дали деревья все выше А тени длинней и длинней Деревья и солнце и тени И мертвый могильный покой Ночью за унывные пени Глухой сокрушительный вой Осилило Дарьюшку горе А лес безучастно внимал Как стоны лилис на просторе А голос рвался и дрожал И много ли струн оборвалось У бедной крестьянской души Навеки сокрыто осталось В лесной нелюдимой глуши Не псарь под убрав ушки трубит Гогочит сорви голова Наплакавшись колет и рубит Дрова молодая вдова Срубивши на дров не бросает Наполнить бы их поскорей И вряд ли сама замечает Как слезы все льют из очей Знай рубит Не чувствует стужи Не слышит, что ноги знобит И полная мысль о муже Зовет его С ним говорит Я ли не молила царицу небесную Я ли ленива была Ночью одна По икону чудесную Я не срабела Пошла Ветер шумит Наметаются гробы Месяца нет Хоть бы луч На небо глянешь Какие-то гробы Цепи да гири Выходят из туч Я ли о нем не старалась Я ли жалела чего Я ему молвить боялась Как я любила его Лето он жил работаючи Зиму не видел детей Ночи о нем помышляючи Я не смыкала очей Едет он, зябнет А я-то печальная Из волокнистого льну Словно дорога его чужедальняя Долгую нитку тяну Милостив буди Крестьянину бедному Господи Все отдаем Что по копейке По грошику медному Мы сколотили трудом Нет Не попустит Царица небесная Даст исцеление Икона чудесная Двинулась с миром Икона святая Сестры запели Ее провожая Все приложились к ней Много владычицы Было почету Старые и малые Бросали работу Из деревень Шли за ней К ней выносили Больных и убогих Знаю, владычица Знаю У многих Ты осушила слезу Только ты Милости к нам Не явила Господи Сколько я дров Нарубила Не увезешь Навозу Не ветер Бушует Над бором Не с гор Побежали Ручьи Мороз Воевода Дозором Обходит Владенья Свои Глядит Хорошо ли Метели Лесные Тропы Замели И нет ли Где трещины Щели И нет ли Где голой земли Пушистый ли Сосен Вершины Красив ли Узор На дубах И крепко Лескованы Льдины В великих И малых Водах Идет По деревьям Шагает Трещит По замерзлой Воде И яркое Солнце Играет В косматой Его Бороде Дорога Везде Чародею Чу ближе Подходит Седой И вдруг Очутился Над нею Над самой Ее Головой Забравшись На сосну Большую По веточкам Палицей Бьет И сам Про себя Удалую Хвастливую Песню Поет Вглядись Молодица Смелее Каков Воевода Мороз Навряд Тебе Парня Сильнее И краше Видать Привелось Войди В мое Царство Со мною И будь Ты Царицею В нем Поцарствуем Славно Зимою А летом Глубоко Уснем Войди Приголублю Согрею Дворец Отведу Голубой И стал Воевода Над нею Махать Ледяной Буловой Тепло Ли тебе Молодица С высокой Сосны Ей Кричит Тепло Отвечает Вдовица Сама Холодеет Дрожит Морозка Спустился Пониже Опять Помахал Буловой И шепчет Ей Ласкове Тише Тепло Ли Тепло Золотой И вот Перед ней Опустился Тепло Ли Промолвил Опять Тепло Тепло Картофель Тепло 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 Райной Вершинами Белка Идет Ком Снега Она Уронила На Дарью Прыгнув По Сосне А Дарья Стояла Из Тыла В Своем Заколдованном Сне Сразу после того, как вышел журнал, Николай Алексеевич получил письмо от своего друга Михаила Сергеевича Волконского, сына известного декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Михаил Сергеевич писал, В журналах того времени появилось много отзывов о поэме, даже критик славянофейской газеты «День» при общем крайне неодобрительном отношении к Некрасову, все же оценил поэму как капитальнейшее произведение из всех его сочинений. Рецензент журнала «Северное сияние» писал, «Мороз красный нос принадлежит к числу лучших поэм Некрасова. Вся она проникнута таким знанием русского человека и русской жизни, такой любовью к народу, что после этой поэмы всякое сомнение в значении Некрасова, как истинно народного поэта, не может иметь места». «Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело отдает на борьбу за брата человека, только тот себя переживет». Рецензент журнала «Северное сияние» Рецензент журнала «Северное сияние»